Поехал на красный и поплатился за это. В Магнитогорске на перекрестке в аварию попали две легковушки. По предварительным данным водитель Лады Гранта проехал перекресток на красный свет. В результате в нее врезался автомобиль Тойота Королла. К счастью, никто не пострадал. Виновнику аварии предстоит возмещать ущерб. Инспекторы ГАИ уверены, если бы водители были внимательнее, аварий могло и не быть. А ведь от безответственности шоферов страдают не только сами автомобилисты, но и пешеходы. Так, по данным ГАИ, на загородных трассах Челябинской области в темное время суток погиб 21 пешеход. Еще 24 получили травмы. Наш корреспондент продолжит тему. В авариях на трассе виноваты, как правило, оба – и водители, и пешеходы. Те и другие страдают не только от незнания правил дорожного движения, но и от невнимательности. Поэтому полицейские решили, чтобы переходящего дорогу было видно, у него должны быть специальные светоотражающие элементы. Именно такие раздали пешеходам, а заодно лишний раз напомнили, почему их необходимо иметь каждому, кто пересекает проезжую часть ночью. Следует отметить, что ни один пострадавший пешеход не имел световозвращающих элементов при себе, что также является нарушением действующих правил дорожного движения. Сегодня мы на одном из таких пешеходных переходов проводим мероприятие для привлечения внимания к этой проблеме совместно с Общероссийским народным фронтом, совместно с Общественным советом Главного управления МВД России по Челябинской области. А вот эти вот флигеры, они дают светоотражение, а светоотражение – это безопасность. Вопросы были и к водителям. Зачастую они устраивают ДТП, не стесняясь садиться за руль пьяными или под кайфом. В итоге губят свою жизнь и жизнь пешеходов. Поэтому шоферов проверили на наличие запрещенных веществ в организме. Мужчин осматривал доктор, который проводил специальные тесты. Еще, еще, еще. Так, на меня смотрим, Сталин. На... Ну, все. Под прицелом сотрудников ГАИ оказались водители межрегиональных и междугородних автобусов. Ведь из-за неправильной перевозки пассажиров только за 2018 год уже погибло несколько человек. Проблема безопасности перевозок отмечается по всей Российской Федерации, не исключение Челябинской области. В текущем году уже зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. Шесть человек погибло. Сотрудники ГИБДД работали в рамках рейда, направленного на профилактику ДТП с участием пешеходов и профилактику аварийности на пассажирском транспорте. Всего проверили 45 автобусов. Пять водителей попали под административную статью. Один из них был задержан за нарушение требований миграционного контроля.